Прославить нашего Господа. Ничем другим заплатить мы не сосъяне, и ничего другого от нас наш Бог не ожидает. Но чтобы от чистого сердца, как слышали и в пении вчерашний день, чтобы мы прославляли нашего Господа. И думаю, сколько бы мы не славили нашего Бога, это не будет слишком много. Я думаю, что в основном люди остаются должниками в прославлении Бога. Это как бы такой недостаток всех из удивительных людей на земле, что слишком мало у нас в наших сердцах благодарности. Есть много причин, за что мы можем благодарить, но порой так мало этой благодарности у людей проявляется. И поэтому это благовестие ангелов напоминало, что принадлежит слава лишь только одному Богу, что Божьей славы никто из людей не должен приписывать себе в чем-то, за что-то. Все то, что имеем по Божьей милости и по Божьей благодати, это Божье, и за это должно славиться из глубины наших сердец Его Святое Имя, и за то, что Сына Своего апостол в этом. Думаю, самый великий долг наш, чтобы благодарственная жертва не ускудивала в наших сердцах, если и трудные какие-то минуты, и если кажется, что нет за что благодарить Бога, то благодарить за спасение, за Сына Божьего, который пришел на всю скорбную землю, чтобы спасти меня и Тебя. Наше сердце, наши уста должны воздавать славу нашему Господу. Мы много могли слышать о том происшествии, как Бог посылает на всю скорбную землю Сына Своего, и как все это происходило, и много, может быть, нашему разуму непонятно, почему именно так, а не другим путем, и почему примерно не в какие-то праздники, где много народа стекалось в Иерусалим, но тогда, когда в основном все люди отдыхали, в ночной тишине раздается ангельское пение, которое сопровождало пришествие Сына Божьего на землю. Пути Божьи нам часто бывают непонятны и непостижимы, но слава Богу, что Он делает все правильно и все точно. Один из потребок, один из священного писания, я напомню, с послания к Галатам. Четвертая глава, четвертый стих. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. А как вы, сыны, то Бог послал в сердца вашего Духа Сына Своего вопиющего Авва Отче? Почему ты уже не раб, но сын? А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Такое преимущество. Когда все согрешили, когда были все лишены славы Божьей, приходит на сискорбную землю, оставляя славу неба, Сын Божий. Напомню этот стих, о котором читаем в послании Коринфянам 2-ом. 8-9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Я думаю, что из числа рождаемых детей наверное немногим приходится рождаться в таких условиях, в каких рождался Сын Божий, который оставил славу неба, песни херубимов. Богатство неба оставляет, чтобы нас обогатить, чтобы нас туда вести, в эту радость, в это вечное царство, которое приготовлено любящим Бога и омытым кровью Иисуса Христа. Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Словатные Псалмы звучат так, которые мы поем. «Есть ли место Иисусу, чьей кровью мир омыт?» Видим, что не было места Иисусу. И даже когда кто-то захотел следовать, то Христос объясняет ему, что у птиц есть гнезда, лисы имеют норы, а сыну человеческому негде преклонить голову. Но слава Господу, что он согласился все это принять на этой скорбной земле, а впоследствии взявши на это тело, которое было без греха невинное, и как чистый невинный анец согласился идти, чтобы исполнить во всем волю Божью, чтобы спасти род человеческий через свою позорную смерть и через пролитие своей невинной крови. Поэтому за все то, что мы получали в этой Божьей благодати, которую принес нам Христос на землю. Постараемся этой благодатью жить, чтобы в одеждах брачных нам оказаться на брачном пире, когда настанет это Богом определенное время. У нас в этот час есть прекрасная возможность. Мы можем вместе оставляя все наши нужды, потребности прославить нашего Господа. Пусть Дух Святой наполнит наши сердца хвалою. Пусть звучит хвала тому, кто ее достоин. Было время в Ветхом Завете что 4000 левитов пьянины славили Бога. Она сколько собралась все мы, я думаю, согласны в этом, чтобы прежде всего еще раз при этой способности способности, когда Бог даровал нам и в этом году иметь это общение воспоминания пришествия Сына Божьего на землю, благодарить Его из глубины наших сердец, и пусть эта хвала умножится в нашей жизни, чтобы в течение этого года, этих дней, которые еще, Бог позволит нам быть странниками здесь, на земле, чтобы из наших уст больше, не только зуст, но из наших сердец славилось имя Святое. Святое.